История Русской Православной Церкви История Русской Православной Церкви История Русской Православной Церкви Историю Русской Православной Церкови Пользуясь какими-то именами, которые мы здесь подаем, можете проверять А самая главная тема, это история именно церковных отношений Да, и есть такой симбиозик с государством И поэтому что вы не спрашиваете, почему там не рассказывали подробно, что там была Литва Что там были какие-то отношения Ну, простите ради Бога, у нас времени, конечно, сжато все, не надо растягивать все это. У нас особо, мы хотим, знаете, как бы вот история, что смысл такой? История, она часто преподносится без взгляда со всех сторон. Вот было какое-то событие, да? Мы не можем сразу осмотреть, допустим, со стороны там монголо-татарского нашествия, взгляда римского папы, интересов константинопольского патриарха и все. Мы смотрим на историю Руси с точки зрения влияния на нее церковного фактора, религиозного церковного фактора, причем не с точки зрения житий святых, и не с точки зрения интересов князей, и не с точки зрения даже летописей, а с точки зрения объективных логических событий, исторической науки. Мы не делаем каких-то стопроцентных выводов, но какие-то интересные факты и интересные замечания мы находим. И эти действительно факты, они подтверждают прямо вот, допустим, того князя убили там, то да и сё, и вдруг раз выходит интрига какого-то еще митрополита в этот момент. Или епископа. Или ослабление власти какого-то князя по причине того, что он предал своего друга и соратника, отдав его на растерзание. Или, например, невозможность. Мне очень всегда это нравится, когда вскрываются такие моменты, когда одному говорят «можно» и гладят по голове, а другому говорят «нельзя», и бьют его камнем по башке. Вопрос в том, что здесь увиден чей-то интерес, и надо разобраться, что это было отнюдь не какое-то божественное событие, а просто вот были такие люди, которые благодаря своим человеческим слабостям и немощам и хорошее делали, и плохое делали, и уже в зависимости от этого развивалась история российского государства. Еще раз здравствуйте. И сегодня мы хотели прикоснуться к такой многогранной и очень значительной личности, как митрополит Петр. Это такой двоякий митрополит, можно сказать уже однозначно и восточный, и западный, как вот двуглавый орел на гербе, который глядит и на восток, и на запад. Это очень значимая историческая личность, которая внесла в историю России один из самых серьезных политических таких факторов, моментов, которые влияют на нас до сегодняшнего дня. Продолжается это влияние даже до сегодняшнего дня. И это осознают и в высших церковных кругах, и осознают это в государственной власти, и так далее, и тому подобное. Просто определенный выбор, сделанный в какой-то исторический момент, влияет на нас до сегодняшнего дня. Это сродни выбору митрополита Владимира о крещении Руси в определенный момент. Это очень значимое для нас такое историческое событие. 19-й век богат такими духовными мощными авторитетами. Да, людьми очень, да. И мы по порядку начинаем с Петра. Мы, я прошу прощения, закончили в прошлый раз на том, что умирает князь московский Даниил. Да, и пошла потом уже ветвь Данииловича. Да, Иваны пошли. Иван Первый. Юрий Даниилович. А, сначала Юрий, да, который с Тверской. Конечно, конечно. И началась борьба с Москвы, с Тверской. Михаил Тверской. За велико княжески. Михаил Тверской, да. Михаил Ярославич. Михаил Ярославич. Ярославичи, получается, а здесь пойдут целая череда. Сначала сын, потом внуки Данииловича. Ну, Ярославичи, я хочу отметить, чтобы не путались, ну, это так просто для интереса. Это не тот Ярослав, который отец Александра Невского. Нет. Это Ярослав Ярославич был брат Александра Невского. Это его уже потомки. Это его потомки пошли, да. Ветви с его потомком. Ну, что же, значит, мы закончили смертью митрополита Максима, который умер в 1305 году. После этого, в это мгновение, вот как раз именно в этот период, вражда между дверскими князьями и князьями московскими привела к тому, что три года не было митрополита. Никак не могли определиться и решить. Там военные действия были. Да, из-за этих военных, прямо реальной войны, чья же сфера влияния будет, чей же будет митрополит. И поэтому, естественно, откладывали. Юрий Данилович с Михаилом Ярославовичем. С Михаилом Ярославовичем, да. Проблема заключалась в том, что этот вопрос приводил в политические события еще третью личность. То есть, появлялся бы человек, который мог бы принять чью-то сторону. Тверских князей или московских. И, следовательно, ослабить или усилить, соответственно, другую сторону. И поэтому и тверские, и московские князья затягивали вопрос. Что нужно было сделать? Нужно было патриарху Константинопольскому отправить кандидатуру. Поскольку еще Кирилл Первый, Кирилл Третий, и Кирилл Первый, Кирилл Третий, и потом уже сам Максим в Константинополе выторговали такую вот своеобразную льготу для русской митрополии. О том, что кандидатура митрополита должна была согласовываться князьями, предлагаться патриарху и утверждаться. Это уже говорит о многом. Говорит о признании значимости власти силы русских земель. И вот, чтобы не создать себе врага, очень хотели создать себе друга. И три года затягивали этот вопрос. И получилась такая интересная вещь. Михаил Тверской отправляет своего кандидата, игумена Геронтия, в Константинополь на утверждение именно как вот митрополита русского, то есть северных русских земель. И в этот же момент князь Даниил Галицкий отправляет... Юрий Даниилович. Юрий Даниилович, да, уже сын Даниилович. Сын Даниилович, отправляет своего кандидата. К этому времени уже Галиция как бы оформилась в отдельную митрополию. И отправляет своего кандидата, недовольный тем, что киевский митрополит переехал во Владимир. Начинается конфликт с западными русскими землями, которые мы видим даже до сегодняшнего дня. Эта проблема привела к тому, что он посылает свою кандидатуру, и этой кандидатурой становится никто иной, как игумен Петр. К тому времени уже игумен Петр Ратенский. Почему же такое Ратенский? Речка Рата, на которой он внес свои подвиги. Ну, буквально несколько слов о его юности. Родился он где-то около 1250 года, ну, может быть, немножко позже, немножко раньше, точно, подлинно это неизвестно. Родился он в Волынии, и это совершенно недалеко от Львова нынешнего. То есть, это коренной представитель западно-русских земель, да, жмутского этого княжа, западно-русских земель. Галецко-Волын. Галецко-Волынские земли, да. С особым влиянием папства, с особым осознанием своей какой-то национальной идентичности, с желанием усиления именно своего Галецко-Волынского княжества, которое, кстати, очень мало было разграблено татарами, совсем немного так пограбили, конечно, их, но не взяли Волынии, не взяли Галич. Взяли один раз. Один раз все-таки взяли, да. И Владимир Волынский разрушали, но поменьше разграбили, да. Ну, если сравнить с Киевом, который вообще не мог сто лет восстановиться, да, то это просто, ну, мелочи было. И вот это желание собственной власти, собственной митрополии привело к тому, что был послан свой собственный кандидат. Родился он в Княжеском, ну, точно тоже доподлинно неизвестно, поскольку это, может быть, приписки в житиях святых, там могли написать, что и Архангел Михаил приходил. Но суть такова, что получилось так, что у благочестивых родителей в 12 лет мальчик пошел в монастырь. Удивительная вещь. Ну, во-первых, сын, причем он был старшим сыном в семье, непонятно, как отец решается на такое действие, отдать своего наследника. Но тут всплывает интересный факт. Указывается, что он был очень, Петр был очень косноязычным, и вплоть даже до того, что был, у него были нарушения психики, то есть нарушения рассудочной деятельности. Пишут, что он был, ну, чуть ли не умалишенный. А здесь, дальше, вот в дальнейших моих словах, проследуется такая интересная связь с Сергием Радонежским. Да, да, да. Очень интересная связь, почему? Потому что, да, дальнейший рассказ свидетельствует о том, что в один прекрасный день он молился, и явился ему некто там какой-то мужчина, муж какой-то, ангел, ну, что-то такое. Явился человек, который приказал ему открыть рот и пальцем прикоснулся к языку. И после этого он стал осмыслен и божественные слова разумея. То есть, был дурак, а стал умный в этот момент. Я думаю, что это неправильно, конечно, и это не поддается нормальному логическому осмыслению, но я думаю, что, скорее всего, произошло другое. И в жизни молодого юного Петра, кстати, что интересно, это в честь Петра апостола, и он был назван родителями. И в зрелом возрасте, и в монашестве, и в постриге имя ему не изменили. То есть, игумен, постригший его в монахе, оставил ему имя, которое у него было. Может быть, конечно, там была еще такая, знаете, традиция, могли, был в честь апостола Петра назван, а назвали, обостригли в честь Петра мученика. И получалось, вроде бы, одно и то же имя, но разные святые. Может быть и так, но это доподлинно точно неизвестно. Скорее всего, когда он переступил монастырский порог, вот этот вот явившийся ему удивительный муж был просто нормальным, хорошим учителем, который смог найти подход к ребенку. И ребенок оказался, а то, что пишут, что он был безумен и несмыслен, это, скорее всего, метод современной нашей человеческой жизни, метод искусственного отбора. Когда человека любого, который талантлив и чем-то отличается от других, всегда называют дураком, забивают в школе, если он особенно сдачи не может давать, заклевывают его, чтобы привести общую серую массу, чтобы вот все попы сидели за столом и никто квакнуть не смел. Вот сидит там впереди архиерей, все молчат. Вот точно так же, скорее всего, было с митрополитом Петром. Видимо, мальчик отличался своими взглядами. Ему всегда говорили, дурак, он говорил, да нельзя, вот потом в жизни мы увидим его, когда он будет защищать слабых и сирых. Он, видимо, говорил, нельзя этого бить, потому что он слабый. Ему говорили, да ты дурак, и били по башке. А когда он говорил, что злобные и нехорошие слова произносить нельзя, его говорили, что он безумец, и, не знаю, там, хотели выковырять глаза, оторвать язык. И часто, знаете, вот многие гении, наподобие даже Эйнштейна, например, или других каких-то там, академика Павлова, в школе были троечниками. Двоечниками. И их считали совершенно бесперспективными людьми. Но со временем оказалось, что это просто их особый взгляд на жизнь и особый подход к знаниям, которые им давали. То есть они воспринимали их по-своему. И часто даже учитель не мог. Ученик был настолько талантлив, что превосходил своего учителя. И учитель смотрел на него, как на безумца или наглеца. Ты хочешь показаться умнее, чем я, и за это могли тоже человека гнобить. Поэтому, скорее всего, я думаю, что именно вот эта причина заключается в том, что в монастыре он встретил грамотного человека, который смог найти к нему подход. И вдруг мальчик из безумного, из дурака, просто из сумасшедшего превращается в прекрасного ученика, в талантливейшего ученика. Я сам был свидетелем, как учителя в школе задалбывали хороших учеников. А потом вдруг оказывались эти, становились профессорами и академиками. Ну, давайте сближить все-таки. Нет, это, а так это очень... Мысль понятна. Вы понимаете, здесь даже я еще раз повторюсь по этому поводу. Я люблю по кругу ходить. Вопрос в том заключается, что мы увидим, какая личность пришла к московскому первосвятительскому престолу. Это важно очень. Это колоссально важно, поскольку, во-первых, это славяним. Это не грек, а славяним. Пусть из Волыни, из Галецкого-Волынского княжества, но славянин, дышащий русскими, славянскими корнями. Это человек, воспитанный в своих национальных традициях. И оказавшийся человек очень мудрым и очень талантливым человеком. Дело в том, что вот всегда особо почитание народа свидетельствует, что человек был хороший. Не важно, что пишут летописцы. Летописцы, князь им сказал, они написали. А вот почитание простых людей, говорит, да, это был хороший человек. Ему и шли, его просили, это был очень хороший человек. Еще несколько фактов. Он был прекрасный иконописец. Изучив прямо с 12 лет он поступил в учение. Вот, кстати, опять повторюсь, именно открытие, ему пытались ствердить латынь и греческий вбивать в голову, но именно когда он попал к мастеру-учителю-художнику, вдруг он стал сразу умным, хорошим и талантливым. И действительно, в нем открылся удивительный талант. Он начал писать прекрасные иконы. Кстати, Петровская знаменитая чудотворная московская икона написана митрополитом Петром. И Успение, знаменитая икона, написана митрополитом Петром. И подаренное, которое он подарил, уже тогда еще до смерти, конечно, митрополитом Максимов, перед которым он молился всю свою жизнь. Пробыв в монастыре много лет, неся послушание, он отпросился у игумена. Была у монахов такая раньше традиция уединенного такого скромного жития. И вот перебрав, почему Ратинский игумен, перебрался на реку Рату, где в пещере молился. И потихоньку это место обросло людьми, и там возник Новодворский монастырь. Он уже, будучи там, был избран игуменом в этом монастыре. И там-то его как раз в предмете приметил Гаалицко-Волынский князь. Которые там, конечно, идут сказки о том, что он приезжал послушать его наставления. Ничего подобного. Он приезжал посмотреть себе митрополита. Он приезжал посмотреть, что человек, его разум, его разумность, его поступки, его талант и прочее все остальное. И он действительно увидел в нем именно подходящую кандидатуру для Гаалицко-Волынской митрополии. В противовес. Книке и Киеву, противовес Суздалю, Москве и прочее все остальное. И вот как раз мы пришли к самому важному моменту. В 1305 году умирает Максим. И три года подвисшая ситуация, никак тверские и московские между собой группировки не разберутся. После этого, удивительным образом, в один и тот же момент, и Тверской князь, и Волынский отправляют двух кандидатов в Константинополь. Это интереснейший тоже сейчас, очень важный и интереснейший момент. Значит, едет Игумен Петр, Игумен Геронтий. Петр едет, ставится на Галицко-Волынскую кафедру митрополию, а Геронтий на Киевскую, ну и Владимирскую, уже будем говорить, Суздальскую и Северных земель. Петр едет стороной через Болгарию, югом по земле, а Геронтий плывет с Днепра через Черное море, чтобы не объезжать Черное море со стороны. И они в одно и то же время прибывают к патриарху Афанасию, которого в то время как раз был собран Синод. И вот здесь выбор патриарха Афанасия, несомненно, очень глубокий и осознанный. Он встречается с одним, встречается с другим, причем Петр приехал более в таком, в скромности приехал Петр, а Геронтий привез с собой архиерейские облачения митрополитчьи, посох, привез с собой какие-то там иконы, ну в общем, приехал с ворами такими он приехал. И, несомненно, какую-то определенную роль сыграло желание не позволить возвышаться дальше Суздальским землям и Северу Руси, но в то же самое время страх и осознание того, что монголо-татары, что они сделали с Российской землей, это вот для примера только скажу вам, до монголо-татарского нашествия 12 миллионов человек жило на территории Руси, после 6 миллионов, то есть за 300 лет в два раза стало меньше населения, занимавшую такую огромнейшую территорию. Все остальные в рабство или были убиты. И выбор Афанасий вместе с Синодом делает удивительный. Он вместо того, чтобы по прозву Беволынского князя назначить Петра митрополитом Волын, вдруг назначает его митрополитом Киевским и всея Руси. Чего Петр совершенно не ожидал, никоим образом не ожидал. И по сути дела он становится посланником Византии и Константинополя и владетелем всех этих земель, в то же самое время и западных, и восточных, потому что киевскому митрополиту в определенной степени подчинялись все славянские территории того времени, по церковной линии. А Геронтий же отправился в Освояси, не словно хлебавший. Здесь, конечно, приписывается очень интересная такая церковная сказка к этому событию. Это самое явное, это явно, что это церковная сказка, потому что она унижает и Богородицу, унижает, и люди просто не соображают, что говорят, но говорят это. Но это было просто, это надо было сделать для того, такую сказку придумать, чтобы оправдаться, почему же кинули Тверского князя, почему кинули Тверского князя, почему не его, Геронтий был его ближайший союзник и сторонник, почему кинули Тверского князя, какова причина была, что мало ли он может пожертвований послал, мало денег на содержание патриархии, еще что-нибудь, другие причины, но почему кинули, значит, сказка такая, что когда Геронтий плыл, Богородица ему явилась, и вот обратите внимание, какими, такими, грубым, как грубо она с ним обращается, сразу видно, что это писали те, которые к Богородице не имели никакого отношения, но макнуть рожей в дерьмо Геронтия хотели, вот им это было нужно. Напрасно трудишься, она ему говорит, упрекая его, типа, куда прешься, дурак, можно перевести. Труды твои напрасны, и престол святительский тебе не достанется. Такая прямо для Богородицы важность, Боже мой, присвятились прямо сундуки с золотом, Киевский престол, митрополь, и все. Она не матерь Всевышнего Бога, а там распорядительница между мелкими киевскими князьками, там в их дрязгах. А вот, мол, тому митрополит Петр станет, который написал мою икону. Уточняется все. Кто именно нас начин будет? В общем, это было нужно все для легитимизации власти Петра. Что он не просто упал откуда-то там по воле Афанасия, патриарха Константинопольского, а Геронтия прокатали. А вот именно его прислала Пресвятая Богородица. Тогда все понятно. Претензий никаких быть не может. Хотя, если мы знаем другие видения Пресвятой Богородицы, она везде всегда с кротостью или со слезами увещает. Нигде нет упреков, там и злобы какой-то. Единственный случай, который можно, когда она пугает Тамерлана, чтобы он покинул пределы русской земли. А здесь вот такие злобы, точно как вот этому Андрея Боголюбского, это Федора казнили, то написали, что он там хуже сатаны. Кстати, когда Яна Златоустова судили, так Блаженный Ироним написал, что Златоуст хуже, чем сатана. И если он будет, он вечно ему гореть в аду, и никогда он за муки свои не получит прощения пока нет. Это один святой, но другого он написал. Блаженный Ироним Стридонский писал о святителе Яне Златоусте. Не знаю, кто так уж их настроил друг на друга, но оказалось, что людям свойственно ошибаться. Люди простые и людям свойственно ошибаться. И самый интересный факт сейчас. Вот один такой момент, но интересный. Геронтий привез посох с собой. Тверской князь, видно там, ну, с дарами привез с собой посох. И вот Афанасий Петру вручает этот посох. И с тех пор всем московским митрополитам и патриархам, и даже вот Кириллу, нынешнему патриарху, при интронизации в восшественном московский престол вручается, и Кириллу вручался посох митрополита Петра. То есть Тверской герой подарил патриарху, а патриарх передарил Петру. И этот посох до сих пор они передают. Он такой простой, но красивый. Сделали деревянный, на него сделали такие красивые накладки. И до сих пор он участвует в русской истории. Даже нынешних патриархов. Первый год приезда своего в киевскую митрополию для Петра был кошмарным. Во-первых, для него это был Киев, который он никогда не знал. Во-вторых, Киев был полностью разорен в клочке. И он, уже следуя своему предшественнику, митрополиту Максиму, перебирается во Владимир. Где? И основывает свой такой митрополичий двор. Ага, позвольте мне сейчас буквально. Вот вы меня просто натолкнули на эту мысль. Значит, почему Афанасий, патриарх Афанасий пошел на вот такой вот, ну, может быть, даже беспрецедентный шаг. Потому что, почему говорю беспрецедентный, потому что в это время ярлык на великое княжение Тохта дал Михаилу Ярославичу. И это был посланник великого князя, поставленного сараем. Да, это получается, смотрите. Это значит, Афанасий пошел. Да, это значит, был 1308 год. Да, сознательно пошел на конфликт с садой. И оба они в 1308 году поехали еще как раз Тохта был живой. И он дает Михаилу Тверскому ярлык на княжение. И тогда этот решается послать, как великий князь, а игумена Геронтия, послать после этого на утверждение в конце. Вот почему они до этого не посылали кандидатур. Только что в этом году победил Юрия Даниловича в бизнесе. Вот, вот, вот. И поэтому уже отважился. И думал, у него все паспорта вот в карманах. Но, следующий факт. Только возвратившись во Владимир, митрополит, приехав в 1309 год, митрополит тут же принимает сторону московских князей. И осуждает, много раз осуждает Тверского князя за развязывание брата убийственных войн. Конечно, Михаилу Тверскому поддержка Юрия Московского была просто величайшей дикостью. Как я вам заранее раньше говорил. И он подбивает епископа Тверского Андрея написать жалобу константинопольскому патриарху Афанасию, обвиняя митрополита Петра во всех всевозможнейших грехах. В симонии. То есть, что это такое? Это поставление попов и епископов за деньги. То есть, продажа кафедр, продажа приходов за мзду определенную. И эта клевета, это очень сильно возвысилось. Но приехал посланник от патриарха Афанасия. С бумагой самим собрать собор и разобраться в данном вопросе. И в Переславле был собран. В 311 году был собран собор. Русских епископов. Это было очень такое... Это впервые было? Нет, это было не впервые. Еще Кирилл Третий собирал первые два собора во Владимире. И в Переславле он начал ввел эту традицию. Кирилл Третий. А вот именно собор над судом на русским митрополитом, это был действительно первый. Кстати, единственное, кого судили, это вот незаконно поставленный был Климен Смолятьич. Климен Смолятьич. Но здесь конкретно суд над митрополитом Петром. И тут будет... Не хочу влазить в поповские... Если я сейчас начну, многие обидятся на меня. Потому что если я сейчас начну рассказывать о поповских дрязгах, о подложных грамотах, о доносах и о христианской любви, которая сыпалась прямо кусками и штанов вылетала, то это будет очень неприятно. Ограничимся малым. Все факты, приведенные епископом Тверским Андреем, не подтвердились. Ни один из епископов, поставленных Петром или священников, не заявил, что он платил за это деньги. Никто ничем не смог доказать, что он получал какие-то деньги. Тем более, что Петр был благодаря иконописи своей очень состоятельным человеком. Он даже с деньгами приехал оттуда, с Волыни еще. Икона стоила огромнейший денег. Продав, купив, продав хорошую икону, можно было деревню купить со всеми крестьянами вместе в этой деревне. Поэтому то, что там ему могли какую-то мздуть, то князья, наверное, только могли, если ему какие-то взятки давать, а не мелкие папы деревенские. И поэтому ничего не подтвердилось. И это было признано клеветой. А за клевету епископу полагалось наказание, отлучение, лишение. Что и понес этот епископ Тверской Андрей. Это был удар колоссальнейший по Тверскому княжеству, по Твери. Потому что все показалось, что не ради правды, а ради хитрости, злобы и лжи было устроено. И, конечно же, в глазах народа, причем всех архиереев, которые разъехались по всей России, везде это рассказали, кругом все это распространилось. Это же было как телевидение, все равно, что митрополит был как Константин Эрнст, а все эти архиереи развезли эту информацию по всей территории тогдашней Руси. И, конечно, это способствовало поддержке митрополита Петра к Москве, еще больше способствовало возвышению Москвы. Известен также случай, когда митрополит Петр боролся с разного рода еретиками, но это, как всегда, у нас всегда вольнодумцев хватало, то ересь жидовствующих, то эти самые разные всевозможнейшие учителя Ветхого и Нового Завета, которые придумывали свои толкования. Не будем тоже углубляться в это особо, но после победы над епископом Андреем и, по сути дела, над Михаилом Тверским, митрополит совершает, умер уже Тохта, и в 1313 году в Орду отправляется митрополит Петр. В это время уже был хан Узбек. Это первый хан, принявший ислам. Я думаю, конечно, ислам к тому времени еще не укоренился, да и сам Узбек был такой слабый мусульманин, но митрополита Петра приняли с большими почестями, и он еще умудрился, митрополит Петр, выторговать еще дополнительную льготу. Все избавления от налогов, от службы в армии, от взятия рабов, это все подтверждено было ханом Узбеком. И еще одно, он добавил ему привилегию, что все церковные люди, то есть все, кто работали в храмах, то есть старосты, певчи, чтецы, всевозможнейшие экклесиархи, звонари, все, что касалось церковного народа, ну а тем более даже это просто церковных людей, не касаясь духовенства самих священников, дьяконов и епископов, все подлежали только церковному суду митрополита. Никакие чиновники Орды не могли их судить. Только церковному суду митрополита подлежали все вот эти люди. Хотели что-то добавить? Уточнить по поводу Узбека, его ислама. Ну да, да. Вообще-то тут бы, если не возражаете, я бы маленько даже сказал про вообще ту религиозную окружение, установку того времени. Ну потому что этого не касались, но надо было немножко сказать про вероисповедания татарангол, конечно, которые пришли со степей, исповедовали такие интересные, как сейчас ученые называют, анемические культы. Значит, основное, кому они поклонялись, это небу, это называется тенгрианство. Тенгри – это великий бог неба, великое небо. Значит, и там различные-различные природные культы, там небо, реке, там и так далее. Это то, что сегодня можно у шаманов там на Алтае увидеть, это остатки вот этих вещей. Ну, некоторые историки еще говорят, что там была в высшей среде монгол, была еще религия Бон. Что это за интересная религия, в общем-то, наверное, специалисты знают, но остатки ее вот сейчас, то, что осталось от нее, это сейчас в Тибете высокогорном. Вот эти вот. Ну, вот такая вот ерунда. Но я почему об этом начал речь, что вообще по заветам Чингисхана татаро-монголы были веротерпимы. Чингисхан говорил, не трогайте чужих богов. Вот это было у степняков как-то развито. То есть людей культа религиозного они не трогали и старались как бы... Ну, кто-то погибал там, конечно, в каких-то захватнических сватках, да, но в основном они шли на поддержку. Вот те земли, на которым они поставили свой сюзеренитет, ну да, сюзеренитет, скажем так, то есть взяли их в подчинение, то есть дали собирать с них какие-то блага себе материальные. Эти земли, вот именно религиозных деятелей, они поддерживали татаро-монголы. Ну, правильно. Приходит хан Узбек, первый из монгольских князей, который начал знаменитую реформу хана Узбека по перестройке Орды на ислам. Вы правильно говорите, что он еще был такой, в изначальности в таких состояниях, но надо отметить, что именно с хана Узбека, это 1312 год он пришел, и вот 1300 там какие-то вот до 20-х годов, он начал производить вот эту усиленную реформу. Исламизацию. Исламизацию. В Орде же были не только тенгрианцы, там и вот эти вот шаманисты и так далее, там еще ведь в Орде присутствовали среди монгол, кстати, и христиане, и даже русские, и православные. Да, и христиане, да, да, да. И дело в том, что Узбек считается одним из, когда вот у него вот эта вот кровь в голову пошла через ислам, он стал самым одним из кровожадных и жестоких ханов в истории вообще. Ну, в связи с тем, что такое предполагает завоевание ислам сам. Да, 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 и от него побежали даже сами татары и монголы, вот те, которые были не согласны с этой исламизацией. И, кстати, пошли ведь многие на службу к московскому князю. Вот что отмечается. Довольствовавшись ислама. От христиане, естественно, спокойно вообще, а те, кто оставались там даже, даже в мусульманстве или в шаманизме, там или еще где-то, вот посмотрите, в Москве же есть эти все ордынки там, это самое, ну, они образовывали определенные какие-то вот такие группы, но начали служить вот московским князям. Начало было, это продолжалось весь 14-й и даже 15-й век, когда татары переходили, многие на службу московским князям. Ну, вот маленькое стукление такое. Ну, не маленькое, это очень важная черта, очень важная. Мы помним Михаила Черниговского, которого раздавили вместе с сыном бревнами, поставив на них и пировав, за то, что он отказался переступить через огонь, и поклонничество в знак того, что, ну, типа, ничего злого не желает хану. Переступив через огонь, значит, очищаются помыслы, все очищается, а он отказался, из-за этого был предан такой лютой смерти. Кстати, узбек заложил вот этой своими сломизацией первый камень в будущий конфликт, Куликовскую битву и далее все остальное. Почему? Потому что митрополит Петр понял в Орде, быв, он увидел, хотя он и получил все эти ярлыки, почему Чингисхан сказал своим детям не трогать религиозных деятелей. Им всегда, везде и до сегодняшнего даже дня именно религиозные деятели, сейчас их называют масонами, бывшими семинаристами, этими попами-гапонами, шугуна, именно они всегда стоят у истоков различных революций. То есть, если попытаться менять государственную идеологию, обязательно возникнет движение сопротивления. А если просто грабить, но с попами жить хорошо, то попы будут говорить вся власть от Бога, дети, терпите, Господь терпит, и нам велел. Поэтому всегда попов выгодно взять в союзники, чтобы они усыпляли бдительность народа. А когда попам начинают их лишать, там убивать, они начинают кричать. Ну, естественно, поднимается народное восстание. Кстати, вот наша даже революция, наша 17-го года, одни семинаристы, ксянзы бывшие, ученики духовных училищ, несостоявшиеся семинарии, и Сталин сам со своей тифлистской духовной неоконченной семинарией. Это как бы люди изнутри, разочаровавшиеся в происходящих событиях, способны на революционную деятельность. Поэтому, вот как только узбек нарушил принцип Чингисхана, это было первой бомбой в основании Золотой Орды. И Петр понял это, и вернувшись, уже как раз, когда он возвращается, умирают оба. И Михаил Тверской, и Юрий Московский. Там целая история. Да, там целая опера, но приблизительно в одно и то же время, недолго они пережили друг дружку. Михаил Утверскому был получен у него великое княжение. Но в это время Юрий, проиграв все битвы Михаилу Тверскому, он попадает не в то, что в плен, а к хану Узбеку. Кто-то его вызывает и держит у себя. В это время Юрий подсуетился и женился на его дочке. Вот, родственная судьба. Хана Узбека. Иди сюда. Возвращается с этой дочкой, ее назвали там Агафьей, не помню, как она по-татарски называлась, опять на Русь. И опять у него битва с Михаилом Тверским, которую он проигрывает. Опять Михаил Тверском берет в полон и случайно попадает в полон вот эта вот дочка. И она, затасковавши, помирает в полоне. Узбек страшно рассверепел, вызывает Михаила и казнит его за это. За это и за то, что якобы он там кому-то хотел отлучиться. Это было, по-моему, 1318 год. 18-й год, довольно совершенно правильно. Да, потом. И получает Юрий Данилович, получает Иерус на Великое Княжение, там, ну, не теряет его. Да, на несколько лет всего. Да, буквально. А потом сын Михаила, опять Александр, получается. Нет, нет, нет. Александр. Нет, там была такая Дмитрий Грозный Очер. А, да, 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 да. Сначала Дмитрий. Он вместе с этим Юрием Даниловичем попадает на прием опять к Узбеку. Кузбеку опять. И, не сдержавшись своего гнева, зарубил Юрия Даниловича. Данилович. Я говорю, там целая опера, это только... Да, это писать только книги. Написано об этом книг вот столько, конечно, оперы ставить. Зарубил, короче, своего недруга и врага за смерть отца и так далее. Ну, и тут же хан Узбек приговаривает и Дмитрия Грозной Очер. Казни. Казни. И вот этот вот момент, потом, после Юрия, приходит его брат Иван Данилович, которого мы понимаем как... А в Твери Александр Михайлович, это второй сын. Ирия Александра Михайловича. Второй сын. Младший брат Данилович. Да, да, да. Вот. И что получается? Опасаясь вот этой всей распри, происходившей прямо на его глазах... Это 1325 год. Да, именно 1325 год. Опасаясь всей этой распри, отдается опять ярлык Тверскому князю Александру Михайловичу. Но в этот момент Даниил Московский первый. Даниил. Их потом там много будет. Калитов, Калита. Иван. Иван Калита. Да, Иван Данилович. Иван Данилович. Иван Данилович. Я имел ввиду Калита первый, Калита второй, Калита третий. В общем, я имел ввиду, что все они из одного гнезда, и вот они все Калиты. Калита, кстати, сума. Это означает машна, деньги. Много денег. Москва оказалась в таком удобном расположении, что через нее начала проходить вся торговля. И проигра, увидев, чем кончилось... Это что у нас с Петром, с Петром, с Петром. Давайте закончим. А вот мы сейчас идем, видя, что Тверской, опять берет, Тверские гнезья берут верх, и Александр Михайлович опять, и убитый отец, и прямо у Узбека, и вся эта история с семейными мелодрамами, и война с друг другом, и между собой, достойные между собой на его войне, привели Ивана I к интереснейшей мысли. В 1325 году, как раз через тысячу лет после объявления христианства государственной религией миланским диктом, ну, равно признание христианских прав, светлая мысль посещает голову Ивана Калиты. И он с большими дарами, кланяясь, слезя, скорбя, но я думаю, скорее всего, с главной идеей, он, кстати, тоже уже к тому времени был у Узбека, и мысль его, и беседа его с митрополитом Петром заключалась в той опасности, которую ислам несет Руси. Что будет с Русью? И хитрые, толковые, мудрые слова Ивана Калиты задели сердце мудрого митрополита. Митрополит и сам увидел Узбека, и понял, что он несет с собой ислам, и увидев Калиту с его большой сумой, митрополит и здесь не ошибся, и понял будущее Москвы, предзрел будущее Москвы. И второй раз, уже как было с Михаилом и Юрием, он принял сторону московских князей, он опять явно, ничего не боясь, принимает в пику Александру Тверскому, принимает сторону Ивана Калиты московского, и не просто принимает его сторону, а дает первый указ митрополитчий, о перенесении митрополии в Москву, и будучи киевским митрополитом по константинопольским диптихам, в бумагах своих пишет Петр, митрополит московский, и всея Руси. И дальнейшие уже последующие митрополиты так и остались, никто из них не дерзнул из Москвы уезжать, там они в Москве и остались и именовались, подписывались московскими митрополитами, хотя была еще Константинопольская церковь, митрополия Константинопольской церкви, и митрополия называлась Киевской. Но Киев в то время был в руинах полностью. И ставили их от Константинополя, ставили, утверждали, как митрополитов киевских. Конечно, да, потому что они приобрели такую самостоятельность, что могли себе уже Еще одно событие, очень важное, которое надо отметить. Ну тут вот я сейчас еще несколько слов, как раз под конец жизни Петра. Ну давайте, под конец жизни Петра. Ну это очень важное событие, прямо я не могу не отметить его чисто историческое. Ну каждый может, конечно, прочитать. В 1327 году хан Узбек посылает, тогда еще Александр Михайлович был великим князем в 1327 году. И он посылает в Тверь своего Баскака, Щелкана, с миссией исламизировать Русь. Он угадал митрополит Петр. Вы представляете, какая тут ситуация? Конечно, вот борьба Москвы с Тверью, это, конечно, такая штука, симпатии могут быть и на той, и на другой стороне. Потому что ведь московские князья вели себя очень непросто. В общем, Тверь хотел создать исламскую халифат, империю. И Тверь восстала против Баскака, Щелкана, да. Тверь восстала, она перебила всех этих посланников. Узбек рассверепел страшно опять. И послал туда, ну как всегда, Темника со странной фамилией Фидорчук. Вот откуда хохлы, поехали. Не, ну они же утверждают, что это москали клятвые, значит, пошли от этих. Я всегда бабушку свою вспоминаю. Я ее спрашиваю, говорю, бабушка, вот когда была вот революция, все произошло, неужели откуда-то понаехали люди и там что-то делали? Она говорит, Сашенька, свои, Дроботенко, Голубенко, Яйцененко, как, говорит, повылазили, да как стали грабить народ, да вывозить пшеницу, да тут же надели себе попахи, да сами, никого, говорит, никто близко не приезжал. Свои же сами, да у нас в Кремле-то все сидели, Хрущев русский человек, Брежнев тоже, Днепропетровский русский человек, все управляли южно-русские люди. И еще и недовольны, сами же она управляла. И вот этот момент, когда разгромили полностью Тверь, Тверь полностью потеряла... Всякую власть. Всякую власть, но не надув, правда, она еще приходила, но это был полный. Но это уже было все после смерти митрополита Петра. Митрополит Петр скончался 21 декабря 1326 года, прямо перед самым 27 годом. Он не дожил до этого момента, когда узбек начал, но он предрек это. И я думаю, что именно опасение исламизации государства и послужило причиной переноса. И поэтому он поддержал Ивана Калиту, который, наверное, с ним, именно с митрополитом, говорил на эту тему по поводу, что же будет дальше с исламизацией Орды, чем это закончится. Но я тут еще буквально... Значит, что произошло? Он, перенеся кафедру в Москву, он понял судьбу Орды и понял, как политический деятель судьбу Москвы, что Москва должна стать тем центром, который будет именно не просто объединителем русских земель, а именно центром борьбы с исламизацией государства. Именно с идеей узбека создать этот халифат, огромную исламскую империю. Если бы удалось узбеку это сделать, то сейчас была бы совершенно другая карта мира на данный момент. Вот, значит, ну, давайте вы еще добавите, я потом буквально закончу пару раз. Какие бы симпатии, вот, кого бы ни были там со стороны Москвы, со стороны Твери, но мы должны понимать, что именно благодаря вот этому восстанию Тверичей, Русь была спасена от исламизации. Да, узбек понял, что он узбек даже снял после этого институт баскачества и отдал права великому князю, тогда еще не московскому, тогда еще четыре года он отдал великое княжение суздальскому князю. Кстати, я уж не помню, как его звали, Александр, по-моему, Александр Васильевич, суздальский князь. И он еще четыре года был великим князем, собирал дань, и только в 1332 году после смерти суздальского князя Александра Васильевича, который был дядькой Ивана Калиты, Иван Калита всего лишь на 8 лет берет ярлык на великое княжение. Представляете, всего лишь 8 лет правил этот человек с 1232 по 1240 год. Как раз значимый 200 год. Да, да, да. Значит, ну и последний штрих, сегодня мы закончим на этом. Последний штрих это еще, что сделал очень мудро митрополит Петр. Он сразу переехал в 1925 году, благословляет Калиту строить каменный собор первый в Москве. В честь успения Пресвятой Богородицы, в честь успения Божьей Матери. На этом месте находился, по-моему, раньше на центральной площади. Что это Москва, Кремль нынешний, деревянный храм. Но, по-моему, в честь святителя Николая. Деревянный Кремль. Да, и деревянный, естественно, Кремль. И вот Калита закладывает, ну, много сейчас споров между архитекторами. Но храмик был небольшой, всего где-то около 200 квадратных метров. Потому что построивали его очень быстро. Буквально за полтора года храм был возведен. Значит, маленький был, небольшой. Большой собор невозможно за такие сроки краткие построить. Тем более, мы знаем наших строителей. У них вечно все разваливалось, проваливалось, рухнула крыша, упал купол там. Мы только в летописях и читаем это постоянно. В год от Рождества Христова, такой-то строчка, рухнул Успенский собор. Все, больше ничего нет. Ну, собор рухнул. Значит, митрополит, собственно, ручно в фундаменте этого храма сделал себе каменный гроб. Сам. Выложив кирпичи. Будучи уже старцем, ему приблизительно было 70-76 лет в это время. И он себе сделал гробницу такую каменную. Но до открытия собора он не дожил. А собор уже осветили после сожжения Твери в 1307 году, 4 декабря. В 1327 году. В 1327 году. Я сказал 7, да? В 1327 году, 4 декабря, осветили Успенский собор. Но мощи уже были там положены. И митрополит был погребен в собственноручно приготовленном гробе. Нам это известно доподлинно, поскольку история эта дальше продолжилась. Буквально через 12 лет митрополит был канонизирован. И все значимые события приходили к его гробу. Митрополитов ставили у его гроба. Князья приходили на поставление у его гроба. Молились у его гроба. Посох передавали. То есть личность настолько была многогранная и великая, что прямо при жизни он уже вошел, можно сказать, в сон мы святых. Что же нам еще известно? Интересные факты. А известно то, что в 1382 году собор сожгли. И это, наверное, как раз Тахтамыш пришел. Ну да. И гроб очень сильно обгорел. Но мощи сохранились нетленными. И опять были положены в гробницу. Дальше. В 1477 году, в 75-й и 77-й год, собор перестраивался. Под русский манер увеличивался. И благополучно в 77-м году он рухнул, этот собор. При Иване Третьем. При Иване Третьем, да. Так и написано. Собор рухнул. Это привело к тому, что в 1479 году был приглашен Фиараванти, который обнаружил эту гробницу. И в записях которого она фигурирует. И мощи от митрополита Петра так и остались. Уже даже в перестроенном Фиараванти соборе, который благополучно стоит до сегодняшнего дня и не рухнул. Да, несмотря на все события. Итальянцы строили. Да, Итальянцы построили. И Кремка тоже. Да, он построил Кремка. Не развалилась даже до сегодняшнего дня. Вот. И к выводу к тому, что митрополит Петр презрел и исламизацию, и центр Москвы, и будущее царство московское, и собственное влияние на все эти события, которые подтвердились в дальнейшей российской истории. Да. Такой вот. Маленький такой еще штрих про Аристотеля Фиараванти. Ну, просто так. Значит, когда приехал он в Суздаль, Аристотель Фиараванти, и посмотрел на Успенский собор, который построили при Андрее Боголюбском, он сказал, о, наши строили. Совершенно не знаю. Что-то не надо. Но это дело в том, что бывали самородки, которые построили. Нет, нет, это именно строили итальянцы, которые прислал Барбаросса. А, Боголюб, да, да, вместе с этими золотыми наблечниками. А здесь еще один маленький тоже факт. Дело в том, что вот соборы эти все один на другом. То есть сейчас обнаружили все фундаменты. Маленький храмик, потом был, обстроился большим храмиком в 1977 году, и еще больше его сделал Фиараванти, и поэтому все это на основании, вот, на мощах митрополита Петра. Ну, ладно, очень, мне было очень интересно. Думаю, может, мы будем. Надеемся, надеемся. Смотрите, проверяйте по источникам, интересуйтесь историей России. Всего доброго, до свидания. До свидания.